Продолжение следует... Ну так, просто надо... Давай договоримся, что ты заменишь, и будешь под своим именем заходить, и нормально все будет. Не надо этого делать, не привыкайте, это нехорошее качество. Зачем это нам нужно вместо себя какого-то язычника ставить? Так, слушаю. Зачем? Ага, ну хорошо. Вы прошли, 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 о встрече какой-то там с пресс-фитером, с кем-то. Я же говорил, чтобы одному никогда не ходить. Ага. Ну, она и не состоялась, потому что праздник был, и он отменил. Заведите здесь дружбу, не ходите, это опасно. Святые отцы это запрещают, это не я. Не надо этого делать. Не надо, совершенно не надо. Вы только учитесь молиться. Творить добрые дела, милостыню, посты. Там познакомитесь, найдутся, может быть, миссионеры, с кем-то вдвоем пойдете. Не ходите, вы все потеряете. Так, не против, что записывается, выставляется? Может, я? Не против. Не против. Не против, абсолютно. Да. Так, вопрос задать вам хотел. На случай, если, вот, один момент, захотят люди уточнить у меня, насчет чего? Насчет того, к кому были обращены послания. Кому обращены послания? Да. Ну, они написаны послания. Вот что они обращены к церкви. А? Да. Тут дело вот в чем. Я имею в виду, что они были написаны крещеным людям. То есть тем, кто вошли в церковь. Так? Там и крещеные, и не крещеные. К тем, которым попадет это письмо. Оно дошло до нас. Это послание к нам. А конкретно он написал, принесли его, как сохранилось в надписи. Братьям из Карлин порадоваться. Если начинает первое, поминает церковь римская. Значит, римская. А кто там ходили? Там, может, оглашенных было больше, чем членов церкви. Это ко всем. Вот иначе. Ну, конечно. Просто дело в том, что... А вообще-то изображения разные. Интернет, что ли, хуже стоит? Не понял. Повторите. Изображение у вас размыто. У меня на экране. У вас все четко видно? Какое изображение? Ваше лицо размыто. Размыто? Сейчас я закрою. Подожди. Так лучше, нет? Нет. Это дело в качестве соединения. Нет. Ну, сейчас получше видно? Я закрыл шторкой свет. Лучше? Просто качество картинки самой. Ну, не знаю. Ну, вообще можно. Не знаю. Какое есть. Дальше слушаю. Тут уж ничего не сделать. Ну, я это к чему хотел уточнить, что слова, которые говорится, что вы спасены через веру, обращены к крещеным. Так ли? Ко всем, кто находился, когда считали. Он сегодня не крещен, а завтра будет крещен, а он через это научался. Люди, которые не крещены, мы даем Евангелие, они считают совершенно неверующие. Но обращение к ним. Слово Божие касается всех, живых и мертвых, земли и неба. Вот смотрите, допустим, стих, Кремленом 6.3, да? Ну. Вот Павел пишет, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Да. То есть под словом «мы» он подразумевает себя и того, к кому он обращается. Ну, да. Вот он говорит, что все мы крестившиеся. То есть он обращается к крещеным. Так? В данном случае, да. А все послание, значит, не только крещеным? Ко всем. Совершенно неверующим. К мусульманам ко всем. Это дается главное направление. А уже самую соль, суть вышимки имеют верующие. Они уже понимают намного глубже. Неверующие даже слышат, а он не понимает. Иисус говорит, почему вы не понимаете речи моей? То есть а кому Иисус говорил? Ко всем. Киудеям, к языщникам. Иные спрашивали, разъяснить поподробнее о накрестителе, воины, а нам что делать? Довольствуйтесь своим окладом, жалованием и не обижайте людей. А нам что? То есть каждый спрашивал конкретно. Делать добро мы знаем. А как? Но я это все к чему вел, потому что, когда разговариваю с людьми и привожу им местописание, говорится о необходимости крещения, то есть крещения как таинство спасительного, которому прощается греки. Они начинают ссылаться на послание, где написано, допустим, кто они? Кто они? Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа и Центу. Кто они? Собеседники мои. Ну а зачем вы с ними беседуете? Вы не беседуете с ними. Зачем? У вас никогда не кончится. Мне пишут разные сектанты. Я вижу, они совершенно безумные. Самые простые местописания не понимают. Он не понимает. А из-за чего? Мозги отшиблены словом «я спасен». Спасен, и он уже 20 лет верующий ничего не знает. Ему вопрос нельзя задавать даже. Он сразу начинает бесноваться. А он говорит, только пусть говорит. Вы запишите, я скажу, «Премудрость Соломона». 18-16. «Премудрость Соломона» – это не каноническая книга. «Премудрость Соломона» – это не каноническая книга. «Премудрость Соломона» – это не каноническая книга. 18-16. «Оно, слово, несло острый меч, неизменное твое повеление Божье». А кому оно повеление? Ко всем. «И став, наполнило все смертью». Слово Божье все наполняет смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Вот это наизусть заучите. Это вам ответ на все времена. Оно касалось неба, Слово Божье, повеление Божье, и ходило по земле. И нам надо с этим согласиться, что Слово Божье абсолютно ко всем. К коммунистам, к фашистам, кто бы он ни был. А где конкретно, говорится, мы, Павел, это олицетворяет тех, которые крещеные. А для тех, которые не крещеные, но они из этого извлекают, что оно дает им крещение. Это Слово Божье, оно безграничное. Оно не узконаправленное, по-сектански. Оно касалось неба и ходило по земле. И одновременно одно и то же Слово. И оно не возвращается тщетным. Оно оживотворяет все и умерщвляет. Его Слово. Вы научитесь на Слово Божье смотреть глазами, которые Дух Святой дает. А то видя не видят и слыша не слышат. И вопрос всегда сразу снимай с повестки. Больше никогда не возвращайся. А они говорят, я ни с кем не разговариваю, как говорят сектанты. Зачем говорить? Они вне церкви, не просвещенные Духом Святым. Они об этом только говорят. Они его не имеют совершенно. Самые простые слова они не понимают. Я спрашиваю, если ты серьезно рассуждаешь, ну как, назвали бы, безумный. Он говорит, да, так. Ну а как же рядом место совершенно не об этом. Говорит, возьмите об иконах. Как еще сказал о Бороде, так это Ветхий Завет. А когда 20-й Исход берутся, не сделай изображение Ветхий Завет. Оно проглатывается легко, не сделай. Притом все. Я вот могу сказать, допустим, несколько десятков сект разных по названию, с кем я встречался. Все разные. Друг друга ненавидят просто. А против икон, против церкви, и в Тысячелетнее Царство, вот эти три момента у всех одинаковые. Я говорю, а где вы это взяли? Ну так всегда понимали, да нигде не было. Вы еще 200 лет назад не укажете где. Нету этого. Сейчас придумали, что, ладно, лютер был епископ, ну и что был епископ? Дальше кого он оставил епископом? Он не был, он был монах, просто монах. Это сейчас ему навешивают. Но еще епископами его не называют, правда. Это самодуры. Не было ничего, нету, нет рукоположения, нет освящающей благодати. Чего так трястись над этим? Надо просто однажды, как Солженицын говорит, по хребту себя проскрести надо, проскрести, чтобы понять, кто мы. Весь этот мох, все ненужное, соскрести и увидишь, какое твое тело. Не ходи к ним, их лжеучение, их блевотину не разбирай, больше мне не задавай на это вопрос. Они понимают, ну, им конца нету, зачем время тратить? Это они понимают так. Церковь так не понимала, и весь ответ. Они не понимают, вы им ничего не докажете. Зачем доказывать? Меня Бог не уполномачивал все вопросы разрешать. Я должен им сказать, они не церковь, этого достаточно. Они услышали. Теперь дополнительный вопрос я показываю. Нет рукоположения, нет священства. А он не примет, он ничего не примет. Он прописан в аду. Не на небе, как написано, 32 глава, 32 стих исхода. А они в аду прописаны, там тоже прописка. Его никто оттуда не изгладит. А есть такие, которые один раз только услышали, говорят, я как будто всю жизнь вас ждала. Наткнулась на наш видеоканал. Вот сейчас сколько человек уже говорит. И мы, вот сейчас, только сейчас мне позвонили. Крещение когда у вас будет? Попы не допускают до крещения полного. Отовсюду звонят. Один вот перед этим ролик поставил, из Литвы был. Вы видели, наверное? Вы свой ролик видели, я поставил? Прошлый раз, когда мы видели. Видите, мы не искажаем. Как есть, так и ставим. Так, свои личные вас какие вопросы интересуют? Знаете, я не всегда пытаюсь навязать спор кому-то. Просто вот, допустим, в семье решил поговорить. Я же тут один православный. Ну, вы скажите, церковь православная вас должно интересовать. Как понимала церковь православная? Вот, заходите, блаженному филакту и Анна Златоуста. Все, ты узнал, остальное за бортом. Церковь это все давно отвергла. Она разобрала. И туда не надо ходить. Оно выброшено, как блевотина чужая. Оно отвергнуто с презрением преданно-анатами. И зачем мне там копаться и искать? Что там искать? Как один здесь выдает себя за какого-то воскресшего? А такой-то христианин, он воскресший, он ничего не знает, не видел. Он совершенно одержимый демонами. И они его не видят. А вот посещение. Да вот поставили на пять дней из Оренбурга. Там эти глаза, да и девчонки в школе танцуют. И 30 миллионов посещения. Так и там больше. 30 только на одном, говорит. Там намного больше. А там ничего нет. Она вышла, она дрыгается, имитирует совокупление. Но она будет шлюшка какая-то. Что ее теперь разбирать? А мне уже задают, разберитесь, что это был бы там, пошел, никуда бы я не пошел. Зачем? Это ее участь она избрала. Она тут и будет. Их будут давить, как мошкару. И как мусульмане могут относиться к такой стерве? Она маленькая. Она видать, что уже она подкожная тварь. Она трясет, стоит задницы, научилась трясти. И школьницы вышли. А другое здесь мне выставили тоже. Все голые. Ни одной нитки нет у человека. Никого нет. Младший класс, старший класс, учителя. Все голые. Все на виду. Абсолютно перед и зад. И все. Ходят, разговаривают. Канатом перетягивают. Я должен объяснять теперь это. Это все для того, чтобы когда придет антихрист, сказал, вам это надо. И все сказали, дай нам настоящую крепкую. При Сталине этого не было, при Гитлере не было. То есть это хуже. Это хуже самого тоталитарного режима, который вот развращает людей-то. А у них там есть где-то баптисты, адвентисты седьмого дня есть. А их девчонки там разделись? Нет, конечно. А мусульманки ходят в школу, ходят, разделись? Нет. И все, все в тебе. Как у Толстого один говорил, герой говорит, все в тобе, в тобе, все. Покопайся, тебе это интересно. А ничего там нету, оно зловоние. Собрались вонючки, куча вонючек. Я понял. Вот так. Узнавай, считай, только конспектируй, запоминай православное учение. А остальное забудь. Но когда они уже встречаются, и ты вооружен будешь, я вам буду не нужен. Вы просто навскидку будете отвечать на любой вопрос. Когда он встретится, там можно будет сказать. Но когда ты знаешь все православное, а ты еще все-то ведь не знаешь, наверное. Ну, конечно. Вот, старайся учиться. Я рассказываю. Ну, че, я тут потихоньку изобрел. Я искал толкование святых отцов. С первого дня буквально. А там было сектантов моря пруди в Латвии. Но меня Бог сохранил. Почему? Была крепкая вера от матери. Я даже, находясь у них, под одеялом крестился. А крестик так и не снимал. И все, я ничего там не получил. Только Библию. Еще вопрос. Так, и давайте, какие вопросы ваши лично? У меня такое ощущение, что личный вопрос. Как будто, когда-то давно читал. Ну, вы знаете более-менее Ветхий Завет? Вы меня спрашиваете? И мне, считаю, вспомнится, что где-то есть... Да. Ветхий Завет я знаю или не знаю? Да слышал про такое? Ну да, читали, что... Слышал, слышал, что есть такое. Ну, вы его хотя бы раз прочитали, а то я до конца не равен. Ну и что? И просто мне такое... Да, в памяти, что где-то есть место, где написано, что Сатана сделан внутри музыкальными инструментами. Может, это глупость какая-то, но... Сатана что сделал? Сделан внутри музыкальными инструментами. Как это так? Что это такое за выражение? Такого нет в Библии? Нету, да? Нету. Да что у меня такое ощущение, что оно есть? Нету этого, нету. То Валкаин там, который был, настраивал инструменты, ну, там про Сатану не сказано, не надо говорить. Наоборот, когда Елисею нужно было, чтобы Дух Святой сошел, играли на гуслях, перед ним певец-музыкант приходил, играл. Давид, когда играл, злой дух отходил. Наоборот, злой дух боится духовного песнопения и музыкальных инструментов. Может, я найду когда-нибудь, вам зачитаю. А где вы найдете это? В сектантской литературе где-нибудь? Не считайте это. У святых отцов этого нет. На струнах и органах написано. Да, ну хорошо. Прославляй Бога. Даже небесное уже показывается отцовом. А мне это за... Да, и там гусли, на небе гусли. А написано нечто-то чистое. А мне что-то зацепилось в память, потому что... Ну? Говорите. Потому что, говорят, что Сатана был ангел, то есть, верховный, который Бога прославлял. Да. И как-то мне так запомнилось оно, знаете, что... То есть, он прославлял... Ну, бывает вообще. Ну, это Исаия, 14 глава. Книга пророка Иезекииля, 28. И выходит, я маленько знаю Новый Ветхий Завет? Исаия, 14 глава. Иезекииля, 28. А что там? А так, с чем он, кем он был, каким был, как он пал, какая причина, что он говорил, какие у него были претензии, все там сказано. Все. Написал. Да. Ну, и 12 глава, откровение... Еще вопросик? Откровение 12 глава, запиши. Откровение 12 глава. Иов, первая глава, Иов. Ну, достаточно этого. Так, что еще? Ваше отношение вообще к музыке? К музыке? Ну, я человек не музыкальный, глухой. Я считал... Самое положительное, допустим, есть Бах, очень хорошее, у Вивальди хорошее. Я не специалист в этом, но хорошее от плохое сумею разрешить. Конечно, не рок-металл, ничего, все это от дьявола. Там ни музыки, ничего нет. У меня написано, тишина и музыка, как их соединить? Стихотворение такое. Я просто читал статью вашу, вопросы, примерно, крещаемые. Да. И там, которые вы советуете священнику, чтобы он задавал. Да. Вот это там один из вопросов, слышит ли оглашаемый сатанинскую музыку. Ну, да. Такой же. Ну, и рок, тяжелый рок. Рок-металл там называют и прочее. Дьявольская музыка, которая человека раздражает, а не бешеная прыгает. Это не музыка никакая. Это сатанинские вопли из преисподней. Я заранее вопрос от этого помещаю туда. Вы хорошую музыку слушаете. Хорошая музыка очень много. Рахманинова. Конечно, не Скрябина. Не Вагнера. Это то, что уже сразу поставьте на этом крест. Вагнера, Скрябина. Это не надо слушать. Я вам скажу кое-что про музыку. Просто... Я просто хотел сказать, что сейчас направлений музыкальных просто полно. Есть, конечно, откровенно сатанинские. Там хардкор, вот этот металл. Знаете, где применяют технику пения такую. Где крик идет. Как одержимость выглядит. А есть полегче. А зачем это? Я против, чтобы такую музыку... Зачем? А зачем? У нас в церкви она не употребляется нигде. И время тратить на это не надо. Если вы действительно христианин, вы будете искать, где приложить свои силы, кому помочь. Никакой музыкой вы не поможете. У нас есть девочки, вот у нас, в нашей общине. У нее я пришел, вот недавно был. У нее 86 наград. На конкурсах. Первое место она берет. А ей всего 12 лет. У нее альбом из этих грамот. Премии какие. 86. Она встала. Я даже ее тут вставил отдельно. Поройдитесь тут и найдете. Зарядите там музыку. Или Ливия. Называется Ливия. Звать ее звать. Так. Ливия. И увидите, как она играет. Какая музыка. Она как птица летит. Возьмите, это одинокий пастух, когда играет. Душа размягчается. Ты как будто где-то пасешь в горах. Так, что еще? Ну, в общем. На этом пока все. Все так. Вы часто не звоните? Потому что... Часто не звоните? Ну, недели через две. Не чаще. И чтобы вопросы были, может быть, будут товарищи. И которые ваши бывшие знакомые встретятся и пожелают. Вы не разговариваете, а пригласите их сюда на скайп. И я с ними поговорю. И вы увидите все. А так вот, они не желают... Они просто не могут узнать о вас, прежде чем я с ними не поговорю. Как-то я их не зацеплю. Они не знают. Вы просто скажите. Скажи, вопросы у вас есть. Я по скайпу встречаюсь с человеком. Православным проповедником-миссионером. Вы желаете? Нет, все, на этом закончите всякую связь. Желаете назначить встречу через две недели. Вот в это время. И мы поговорим с ними. А нет, значит, нету. Вы не разговариваете. Еще вот такое слабохарактерное. Отрезал и все. Антоний Великий говорит, я ни разу в жизни не беседовал мирно с еретиками. Они сектанты-еретики. Зачем говорить? Их легион. Легион им имя. Сколько? Они ничего не понимают. Я ему открытое местоописание. Я говорю, он перескакивает и идет дальше. Он их не может просчитать даже. Усваивать. Я ему это толкование даю златоуста. Он не может просчитать. Я говорю, ты хоть просчитал? Он дальше продолжает, лезет и хватает, как бешеный пес. Что я ему могу сказать-то? Ему отвечать нельзя. Он ядовитый, он разложившийся. Он бы сказал, вот надо же, как совмещаются все местописания. Он не удивляется, не умеет, не запоминает, ничего не знает. Он пьет, ест, говорится, полным корытом. У них никакой веры-то нет. Он сам себя сатана обольстил, ты спасен. Дальше ест, пьет, брит и в галстуке ему разницы никакой нет. Он никакой. И я буду с ним разговаривать, да зачем же мне время тратить-то? Бисер, жемчуг метать перед свиньями. Он окружен, облеплен демонами. Ну все тогда, прощайтесь, до свидания. С Богом. Спасибо вам, до свидания. Не раньше, чем через две недели. Хорошие вопросы подготовки, если есть.